Юно-тюменцы готовятся к большому состязанию. В эту пятницу в областной столице стартует футбольный турнир «Большие звезды светят малым». Пять лет подряд соревнования носит имя форварда клуба Тюмень Евгения Савина. Который это утро встречает вместе с нами. В ближайшие пять минут будем говорить о турнире, его участниках и, конечно, о футболе. Евгений, здравствуйте. Доброе утро. Первым делом хотелось бы узнать о самом турнире, для чего он проводится, кем он проводится, что там вообще будет. Ну, прежде всего, турнир проводится, конечно же, для того, чтобы как можно больше наших молодых ребят, они выступали за футбольный клуб Тюмени, выросли в больших профессионалов, в больших футболистов. Так, а какие команды будут принимать участие в турнире? Из каких городов? Давайте расскажу вам небольшую историю. Смотрите, «Большие звезды светят малым» — это большой федеральный турнир. Он делится на регионы, и в каждом регионе футболист, который вырос в этом регионе и достиг больших высот, то есть это там уровень Премьер-лиги и игрок сборной, он проводит в своем регионе турнир. И два победителя едут на общероссийское соревнование. Так что вот в нашем регионе провожу это я, и собираются все самые сильные региональные команды, такие как Челябинск, Омск, Екатеринбург, Тюмень, естественно, и Тобольск. Так что вот такие команды будут на турнире. Вы частенько ведь общаетесь с юными молодыми, начинающими футболистами. Футболисты, да. Хочешь узнать, у нас есть талант? Конечно, есть. Да, безусловно, есть. Просто, конечно же, талантами нужно заниматься. И начиная вот с этого турнира, нужно вот так делать, чтобы у ребят была возможность расти. Ну хорошо, что есть такая перспектива. Хотя наша страна далеко не ассоциируется с футболом. Мы больше, в общем-то, делаем уклон на хоккей. Ну, не все поддерживают твое мнение, конечно. Сейчас у меня, наверное, вот. Но такое мнение есть, да, что нужно делать акцент на зимний виду спорта. Я не выйду, наверное, отсюда. Не согласна. Я не согласен с этим. Я считаю, что у нас много талантов. Просто, конечно же, нужно, во-первых, инфраструктуру соответствующую, во-вторых, конечно же, правильно выстроить систему, чтобы таланты могли вот с детского возраста расти, 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 получать возможность реализовываться и вырастать больших звезд. Вот давайте тогда остановимся на инфраструктуре, на самой системе. Вот если сравнивать то время, когда вы учились в футболу, с сегодняшним временем, вот уже смешно стало. Да, смешно стало. То действительно, как изменился подход обучения, материально-техническая база школ, клубов? Материально-техническая, безусловно, изменилась очень сильно, потому что раньше не было ни искусственных полей, ничего. По сути, мы играли там, где придется. Там даже иногда во дворе стояли кирпичи, это были ворота, играли в футбол. Поэтому, да, конечно, мы идем вперед. Но нужно еще, конечно, потянуть систему, потому что у нас бывает так, что дети вырастают, да, выходят, выпускаются из школы, а больше им идти некуда. Нужно создавать условия, чтобы ребята не пропадали и дорастали до профессионального футбола. Это реально? Конечно, реально. Я в это верю. А давайте вернемся к мероприятию. Итак, вот оно будет насколько интересно детям, в частности, например, девочкам, могут ли они туда прийти и не только посмотреть футбольный матч, а еще чем-то. Может быть, будут девочкинские команды. Да, команд для девочек у нас не будет, но я хочу, чтобы самые главные люди поняли, что у нас будет не только турнир, у нас будут финальные игры, турниры, но самое главное, что у нас будет большой детский праздник в преддверии Дня защиты детей. У нас будет очень много интерактивных зон, очень много розыгрыша, подарков, выступления разных групп. Партнер Кока-Кола наше будет, не знаю, там много всяких подарков и прочего прочего. Вот, поэтому у нас большой детский праздник, у нас будет очень весело, и мы, конечно, ждем очень много детей, будет интересно всем. Все, о чем вы сейчас рассказали, это все бесплатно? Все бесплатно, конечно, да, конечно. Так что у нас море напитков, море сахарной ваты и море позитива. И двери ваши открыты. Двери открыты, да. Итак, где они открыты? Во сколько приходите? На стадионе «Геолог», в 12 часов у нас начало. Все бесплатно, все открыто. Большой праздник для детей. И плюс, конечно же, поболеем за наших маленьких, юных звезд на футбольном поле. У меня еще какой-то у девочки вопрос. В общем-то, сейчас селфи со звездой стало очень популярно. Будут ли наши футболисты иметь такую возможность пофотографироваться с детьми, вот если кто-то подойдет? Да я думаю, что безусловно, конечно. И у нас на награждение будет очень большая звезда, известный телеведущий и радиоведущий, и футбольный эксперт Евгений Ловчев согласился к нам приехать на награждение. Интересно. Да-да-да, это достаточно большое событие, и вот, он будет, все, и, конечно же... Будут ли какие-то вот практические моменты для ребятишек, например, будут показывать, как правильно... Мастер-классы, конечно. Да-да-да, это же так классно. Мы уже придумали такую идею, что перед награждением ребят, да, ну, практически в конце мероприятия, мы выберем из толпы по 8 человек с Евгением Серафимовичем, и сыграем такая моя команда против команды, команда Савина против команды Ловчева, и сделаем такой маленький матч из просто детей, которые будут на турнире, ну, на самом... А возрастная группа имеет значение? Да, в принципе, нет, на самом деле. Будут и 16-летние, и там 7-летние. Ну, наверное, подберем так, чтобы более-менее там равные составы были, и сыграем такой маленький матч, подарим всем подарки, и, я думаю, будет очень весело. Вот мне у вас, как у футболиста, ну, можно сказать, экстра-класса, хочется спросить, у нас в регионе можно выращивать вот таких, как ты, ну, в таких хороших количествах действительно сильных футболистов? Я считаю, да, потому что у нас большой потенциал. У Тюменской области, у Тюмени очень огромный потенциал, и у нас много ребят, которые хотят, у нас много, можно так сказать, голодных ребят, которые... Знаете, вот нам сейчас режиссер вопрос задает, он все фанат футбола, он хочет у вас спросить, у вас есть футбольные кумиры? Футбольные кумиры? На кого хочется ровно? На кого? Ну, я говорю, опять же, у меня в детстве был футбольный кумир, это был там бразильский такой нападающий, Роналду, я помню, как сейчас у меня его плакат висел в Тобольске в комнате, я всегда смотрел, у него был девятый номер, я думал, я вырасту у большого футболиста, у меня будет девятый номер, и я постараюсь также феерично играть и радовать родителей, болельщиков, друзей своей игрой. Давайте напомним, где и когда, опять же. Еще разок? Да, 31 мая, стадион «Геолог», вход свободный, все бесплатно будет. Сколько? С 12 часов и там до 4. 4 часа огромного детского праздника, все бесплатно, море позитива, ну и, конечно же, финальные игры детского турнира. Спасибо большое. Спасибо вам, удачи. Спасибо. Спасибо.